Я работаю в Химическом институте старшим научным сотрудником. Достаточно давно уже защитил диссертацию. Являюсь соавтором свыше 30 научных статей, руководителем научной группы. Несомненно, мою дальнейшую жизнь определила участие в химических олимпиадах. Я дважды становился золотым медалистом Международной олимпиады по химии в 2001 году в Индии и в 2002 году в Голландии. Также завоевывал золотые медали Менделеевских и первые места Всероссийских олимпиад. Я стал работать с нынешним молодым поколением. Возглавил химическое олимпиадное движение Республики Татарстан, что дало новый мощный приток школьников, которые побеждают в различных олимпиадах и тем самым приносят честь и славу не только себе, но и Республике как образовательному кластеру. А самое главное, затем они становятся нашими студентами и добиваются новых успехов в науке и технологии. Впервые с химии я познакомился в 8 классе. Заинтересовать меня этим предметом смогла моя учительница, после чего я серьезно ему влекся. Начиная с 9 класса я начал участвовать на олимпиадах различного уровня. В 10 классе мне удалось стать абсолютным победителем на 49 Всероссийской олимпиаде, проходившей в городе Курск. Эта победа дала мне возможность поучаствовать на Международной Менделеевской олимпиаде, которая проходит среди стран СНГ и бывшего социалистического блока. Там я в том же году занял бронзовую медаль. В последний год моей учебы в школе Всероссийской олимпиады проходил в городе Казань. Именно там я познакомился с Казанским университетом и твердо решил поступать именно в КФУ. В университете я принимал участие на Международной студенческой олимпиаде, где в прошлом году я завоевал золотую медаль, попередив даже сильнейших участников из МГУ. Сейчас я работаю на совместном проектах КФУ и новом предприятии КЗСК «Силикон» по разработке промышленно востребованных катализаторов. Меня зовут Михаил, я студент третьего курса Химического института имени Бутлерово Казанского университета. Химией я увлекся с первых уроков в школе. Мой ум будоражили и взрывы, и строение атома. За этим увлечением быстро последовали успехи в Олимпиадах, и уже с конца 8 класса я занимался на химфате. В школьные годы я стал трехкратным победителем Всероссийской Олимпиады, а также взял серебряные медали на Международной и Мензереевских Олимпиадах. По окончании школы я решил остаться в Казани и в ускоренном темпе освоил основные университетские курсы по химическим дисциплинам. Это позволило мне продемонстрировать лучший результат среди всех российских студентов и аспирантов на международном форуме КемКам. Кроме того, я представлял сборную нашего университета на Международной Олимпиаде по химии в Иране. Там наш университет стабильно занимает лидирующие позиции. В частности, два года назад я и мой одногруппник Руслан взяли сразу две золотые медали и такого результата не было ни у одного другого университета. Однако полгода назад я решил перейти к научной деятельности на кафедре физической химии и решил напоследок съездить на международный турнир естественных наук, где мы одержали убедительную победу, обыграв все российские университеты, университеты ближнего зарубежья, а также Индию и Индонезию. Меня зовут Амир и этим летом я поступаю на химический факультет КФУ. Еще будучи школьником, я увлекался химией, в том числе участвовал в химических олимпиадах. Например, я дважды был победителем заключительного этапа всей российской олимпиады школьников по химии и своим наивысшим достижением, я считаю, золотую медаль в составе сборной России на международной Медельевской олимпиаде, которая проходила в этом году в Москве. В этой олимпиаде участвовали, участвовало 25 стран, в том числе страны бывшего СССР, Восточной Европы, Монголия, Израиль. Также этим летом я буду принимать участие в международной студенческой олимпиаде в составе сборной университета и надеюсь, что и на этой олимпиаде смогу показать высокий результат. Трижды я был победителем Всероссийской олимпиады по химии. Кроме того, я был победителем Республиканской олимпиады по физике, в связи с чем был участником Всероссийской олимпиады по физике в Петербурге. Также мне удалось дважды участвовать в сборах команды России по химии в Москве, на которых ежегодно производится отбор команды участников на международную олимпиаду. Само попадание на эти сборы считается довольно сложной задачей для учеников, но для попавших на сборы задача еще усложняется вследствие большой конкуренции. Из 20 человек, попавших на сборы, только четверо поедут на международную олимпиаду. И вот после двух дней решения непростых теоретических и экспериментальных проблем оглашаются имена четверых, вошедших в сборную команду России. И в этом году в эту четверку удалось попасть и мне. Уже в июле этого года я поеду в Тбилиси защищать честь нашей страны на международной олимпиаде, в которой принимают участие порядка 60 стран. Вообще, побывав во многих вузах нашей страны, в Москве, в Новосибирске, я имею возможность выбирать тот вуз, который впечатлил меня своей перспективностью, оснащенностью, оборудованием. Но сравнивая другие вузы с Казанским федеральным университетом, я однозначно делаю выбор свой в пользу Казанского федерального университета. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова